Добродетели и пороки, бывая в душе и отбывая из нее, добре или зле настраивают душу, подбегая ее на помышления, враждебные одни другим. Злых помышлений причина страсти, простей прислушания заповедей, прислушания прельщения чувствами, прельщения небрежения ума, хранения чувств. При успевающих доброе расположение могут еще удобно прилагаться на противоположное, а в совершенных расположения эти бывают неудобопреложны. Сила души, навык добродетели неудобопреложный, которого достигший говорил, что отлучит нас от любви Божией, предшествует всем страстям самолюбия, после же всех их следует гордость. Три главнейшие страсти греховное порождение свое имеет и страсти самолюбия. Эти три суть – чревоугодие, тщеславие и сребролюбие, из которых исходят все другие страсти. За тщевоугодием следует блуд, за тщеславием гордость, прочее же за всеми тремя. Девяносто. За всеми тремя последуют печаль, гнев, злопамятство, зависть, леность и прочее. Молитва. Владыка всех Христе, от всего-сего избави нас, как от пагубных страстей, так и от порождаемых ими помыслов. В Тебя ради созданы мы, да в Тебе блаженствуем мы, помещены в раю Тобою насажденном. Ныне с ней же бесчестия сами мы навлекли на себя, блаженному услаждению предпочетше пагубное. За что сами в себе восприяли мы воздаяние, вместо жизни вечной наследовав смерть. Ныне же, Владыка, как всегда презирал Ты на нас и до конца презрителем нашим будь. Как воплотиться ради нас благоволил, так и спасти всех нас. Ибо спасти нас, погибших, пришел Ты, не отлучай же нас от части спасаемых. Воскреси души и спасите леса, очищая нас от всякой скверны. Сокруши узы обдержащих нас страстей, как сокрушил полчища нечистых бесов. И избави нас от тиранства их, да послужим Тебе единому свету вечному. Тогда по воскресенье из мертвых с ангелами составим единый блаженный и вечно неразрывный хор. Не от склонности к плотскому, если ум твой еще занимается тем, что свойственно плоти. Как плоти свойственно чувство и чувственное, так душе свойствен ум и мысленное. Отвлеки душу от чувств и чувственного, и ум твой пребывать станет в Боге и заниматься предметами духовными. Родственны божеству умные естества, а одним умом познаваемые. Чувства же и вещи чувственные созданы на служение уму. Дослужат Тебе чувства и вещи чувственные к духовному созертанию, а не к удовлетворению похоти плоти. Повели на Тебе, умертви деяния плотские, чтобы трудными подвигами воскресить душу, умершленную с властями плотскими. Будь господствуем от Бога и господствуем над чувствами, и будучи лучшим, не давай власти над Тобой и тому, что хуже Тебя. Бог вечен, беспределен и неограничен. И благо вечное, беспредельное и неизреченное обетовал слушающимся Его. Десять. Уму свойственно пребывать в Боге и о Нем умствовать. Равно как о Его промышлении и о страшных судах Его. Имеешь власть, склоняйся на то или другое, но будь на стороне лучшего и подчинишь себе худшее. Хороши чувства и хорошо чувственные, как творения благого Бога, никак, однако ж, не могут идти в сравнении с умом и умовым. Разумное и мысленное естество создал Бог способным к познанию всего и Его самого. А чувства и чувственные произведем на полезное этому употребление. Как неуместно негодному рабу подчинять себе благого Господина, так неуместно ум разумный подчинять телу тленному. Ум, не властвующий над чувствами, через них падает в грехи. И вопрещен, бывая чувственными сластями, он обычно порождает непотребство. Держа во власти свои чувства, крепко запирая и память. И вопрежье через чувства полученное впечатление, потом через воспоминания они снова приводят в движение страсти. Преутруждай тело и чаще молись, и скоро избавишься от предвзятых помыслов. Поучайся непрестанно в словесах божественных, ибо трудолюбное в этом упражнении истребляет страсти. Избавляет ум от блуждания по вещам страстным чтения, бдения, молитвы и псалмопения. 20. Как весна возбуждает растение к оживлению, так и бесстрастие подвигает ум к познанию сущего. Соблюди заповеди и найдешь покой. Возлюди Бога и улучшишь ведение. При болезненном труде и поте лица осужден ты есть хлеб ведения. Нерадение довело правоство до падения, и вместо утешения райских осудило на смерть. Повелевает ты своей Еве блестись в змея, чтобы прещена была от него, не подала она тебе плода запрещенного. Как по естеству душа животворит тело, так душу добродетель и ведение. Думающий быть мудрым, ум есть облако безводное, носимое ветрами тщеславия и гордости. Воздерживаясь от тщеславия, берегись от блуда, чтобы, избегая почести, не впасть в бесчестие. Избегая тщеславия, к Богу воззревай, чтобы иначе не впасть в самомнение или блуд. Тщеславие свойственно действовать на показ, а гордости уничижать других и гневать. 30. Избегая чревоугодия, влюдись от человека угодия, желтизну лица своего притворно показать ухитряющегося. Прекрасно пощение, радующееся малоястью и довольствующееся скудоястьем, избегая притома человека угодия. 31. Постясь до вечера, не наедайся до света, чтобы не оказаться созидающим опять то, что только что разорил. 32. Воздерживаясь от вина, не пей много и воды, ибо иначе все же ты доставишь материал для блуда. 33. Гордость заставляет отступать от божественной помощи, на себя надеяться и воздымать над людьми. 34. Два предлежат врачебное средство против гордости, которым, если кто не воспользуется, встретит и нехотит третье, очень жестокое. 35. Гордость прогоняет молитва со слезами, никого не уничижение и невольные скорби. 36. В разумлении через искушение есть жезл духовный, научающий смиренно-мудрюй того, кто надымается в неразумии своем. 37. Умное дело не подчиняться помыслу того, кто тайно наговаривает на ближнего. 38. Как огородник, не выполняющий сор, не выпалывающий сорных трав, заглушая через них овощи, так ум не очищающий помыслов губит подвижнические труды. 40. Разумен муж, который слушается совета, особенно когда совет предлагается по Богу духовным отцом. 41. Умерщленный страстями совета и понять не может, и подчиниться духовному наставлению совсем не способен. 41. Неприемлющий совета неправыми путями шествует, но всегда носится по стремнинам и пропастям. 42. Монах ум, отрешившийся от чувственного и помыслового столюбьего, даже и видеть не попускающий. 43. Врач, ум, себя уврачевавший и тем, чем сам уврачевался других врачующий. 44. Взыщи добродетели и затем ревнуй не потерять ее, чтобы не жить срамно и не умереть немилосердно. 45. Господь наш Иисус Христос всем даровал свет, но неверующие Ему сами себя держат во тьме. 46. Не почитай малым лишение добродетели, через это смерть вошла в мир. 47. Послушное исполнение заповедей есть воскресение мертвых, ибо жизнь есть естественное следствие добродетели. 48. За умерщвлением ума через преступление заповедей необходимо следовать из смерти тела. 50. Как Адам, приступив заповедь, подпал в смерти, так Спаситель, послушлив быв, умертвил смерть. 49. Умертви грех, чтобы не воскреснуть мертвым, и от смерти малой не перейти в великую. 50. По причине преступления Адамова Спаситель воплотился, чтобы, разрешив клятву, всех воскресить. 51. Из жизни этой в жизнь вечной переходит тот, кто умертвил страсти и освободился от неведения. 51. Исследовав Писание, найдешь заповеди. 52. А исполнив сказанное, освободишься от страстей. 53. Исполнение заповедей очищает душу, очищение же души делает ее причастную света. 54. Древо жизни есть познание Бога, которого, причастным, сделавшись чистым, пребывает бессмертным. 55. Начало жизни деятельной есть вера во Христа, конец же ее – любовь к Богу. 56. Иисус Христос есть Господь и Бог наш, даровавший нам веру в Него для получения жизни вечной. 56. Он явился нам, соединив Божество с душой и телом, чтобы, как Богу, избавить от смерти и душу и тело. 56. Стяжем веру, чтобы прийти в любовь, из которой рождается свет ведения. 57. С достижением веры вот что последует – страх Божий, воздержание от сластей, терпение трудов, надежда на Бога, бесстрастие, любовь. 58. Из искренней любви рождается ведение естества. После же него наступит исполнение верха желаний, то есть благодать богословия. 59. Ум, обуздывающий страсти, и, конечно, обуздывает из силы страха Божия, веруя в Бога и в то, чем он угрожал и что обетовал. 60. Кому дарована вера, от того требуется воздержание, которое, утвердившись, рождает терпение, поддерживающее трудолюбивый навык. 61. Признак терпения есть любовь к трудам, на которых, опираясь, ум восприемлет упование, что улучит, что обетовано и избегнет, чем угрожается. 62. Чаяние будущих благ соединяет ум с чаемым. Прибывая же в всем сочетании, он забывает о благах настоящих. 63. Бросает настоящее, вкусивший чаемого, ибо тогда он все свое желание предает этому последнему. 64. Будущее благо обетовал сам Бог, которому поверивший вожделевает будущего, как настоящего. 65. Знак того, что ум живет в чаемых благах, есть то, если он старается утвердить в себе совершенное забвение здешних вещей и расширяется в познании благ будущих. 66. Добра и истина, которые научает Бог истины, отовсюду удостоверяя в ней боголюбивую душу. 66. Привечный суть и прежде всех веков, и более ума и слова, благоуготованные наследником обетования. 67. Соделаем себя сообразными с правилами благочестия, чтобы, уклонившись к страсти, не отпасть от упования. 68. Иисус Христос един есть от святые троицы, и его-то сонаследником имеешь быть ты. 69. Наученный от Бога ведению сущего, не станет затрудняться в веровании Писанию о том, что в нем предсказано. 69. Дух Святой, находя ум, обнаженным от страстей, сообразно с тем, тайно вводит его в познание уповаемого. 69. Сообразно с освещением ума, душа руководится и в познании словес божественных. 70. Установивший тело свое в должном чине и в божественном ведении упражняющийся, самым с ним ведением все более и более очищается. 70. Ум, начинающий любомудрствовать о божественных вещах, от веры начинает, и потом среди сих вещей, вращаясь и шествуя, опять веру же достигает, но высшую. 80. Созерцается, что за началом всего любомудрия последует страх, а концу его предшествует любовь. 80. Ум, начиная любомудрствовать от веры, внимающей или понимающей, во что верит, достигает в богословии, простирающиеся за пределы всякого ума, которые определяют верою незабываемую, всегда присущую сознанию, неподвижно в нем пребывающую, и созерцанием сокровенного. 80. Словеса о Боге святыми и блаженными отцами нашими созерцаются не такими, чтобы они были по нему, соответствовали сущности и величию его, но такими, которые суть о нем, о нем открывают нам сколько то вместимо для ума нашего. 80. Разумеется же о нем, то есть о Боге, все слова, или положительно, или отрицательно. 83. Так существо, божество, благодать и другое подобное говорятся положительно, а безначальное, беспредельное, невидимое и подобное отрицательно. 84. Поскольку единое есть естество, превышесущее всякого ума и слова, и едино сокровенное божество святые троицы, то все о ней изрекаемое и созерцаемое говорится, созерцается общее. 85. Как единое божество святые троицы веруются, так и три лица единого божества исповедуются. 86. А значенные выше положительные и отрицательные свойства общеприлагаются ко всей святой и единосущной троице, кроме личных свойств, из которых также и иные положительные, а иные отрицательные. 86. Личные свойства божественных ипостасей суть – отчество, сыновство, исхождение и другие, собственно, к лицам прилагаемые. 87. Ипостась определяет естество с личными свойствами, так что каждая ипостась имеет и то, что едино общее естеству, и то, что, собственно, ипостаси. 87. Из общих ко всей святой троице прилагаемых свойств отрицательные почитаются главнейшими, но не так сие относительно свойств личных. 87. Ибо из них, как уже сказано, иные суть положительные, а иные отрицательные, как, например, нерожденность и рожденность и подобное. 88. Нерожденность от рожденности отличается по своему значению, ибо нерожденность означает отца, а рожденность сына – девяносто. 88. Речение и наименование употребляется для уяснения того, что созерцается окрест из числа святые троицы, как сказано. 89. Но не в сущности естества, ибо к ней относящееся недоведомо для ума и неизреченно для слова, а ведомо – единой троицы. 89. Как единое естество божества именуется триипостасным, так, спитая троица, исповедуется единосущною. 89. Отец созерцается и безначальным, и началом. Безначальным, как нерожденный, а началом, как родитель сына. 90. И изводитель Духа Святого, который вечно из него и в нем шут. 91. Единица до троицы движет, прибывает единица и троица, до единицы сводясь, прибывает троицею. 91. И е, и зивно есть. 91. Сын и Дух Святой исповедуются не безначальными, однако ж вечными. 91. Не безначальными, как к началу и источнику, относимые к отцу, а вечными, как от вечности, один рожденно, а другой исходно, сущие с отцом. 91. Нераздельным едино божество троицы всегда верно созерцается, и неслиянными триипостаси единого божества всегда верно исповедуются. 92. Личные свойства суть отца – неразденность, сына – рожденность, Духа Святого – исходность. 93. Начало Сына и Духа Святого исповедуются безвременным, ибо как из солнца и из солнца свет, так и они из вечного и в вечном вечно имеют существование. 94. Личные свойства ипостаси неподвижными, неизменными всегда созерцаются, а общее естество или божество – нераздельным. 95. Единицу в троице и троицу воединиться и исповедуем, как нераздельно разделяемую и раздельно соединяемую. 95. Единое начало в божестве созерцается Отец, начало Сына и Духа, как родители и источники их вечной и совечных. 96. Беспредельный и собеспредельных, и тричьи едино, сущный суть и нераздельный. 96. Тварей же всех творец, промыслители и судья, есть триипостасный Бог, Отец через Сына во Святом Духе. 97. Ибо говорится, что и с того, и тем, и в нем всяческое. 97. Тому слава вовеки. Аминь. 98. Сто. Со вечными Отцу исповедуем Сына и Духа Святого, и со безначальными, как вечное и безначальное, имеющее из Него и в нем свое существование и начало. 98. Они вечно с Отцом и в Отце, и Отец вечно с ними. 99. Не было момента, когда бы Отец был без них, и они без Него. 99. Таков образ бытия единого естеством и триипостасного в лицах Бога, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 99. Святой Феодор, епископ Эдесский. Краткое сведение о нем. 99. Сын молитвы и ведения родителей жителей Эдессы Феодор, когда стал учиться, не показывал способности к учению. 99. Но молился Бога об открытии смысл. Раскрылся, он подключил стратегию во время литургии. 99. И веке Едесса, напитав его счетом, внесал ему слабость и извинение. 99. И все надеялся, что епископ узнал о том, как святой Феодорова степка, и он остался в обители, где легко и свободно изучил тогдаский круг наук у опции наставника Сахронии. 99. На 18-м году Лиса с родителями рождал имение, а отделил только часть сестре. 99. И на 20-м году удалился в обитель Святого Савы, что ближе Иерусалима. 99. Ее 12 лет пробыл в отпяжении и 24 года в затворе. 99. Из этого затвора изведен он был по определению патриарха Фантеохийского и Иерусалимского и рукоположен в епископа Эдессского, куда и отправился. 99. Прибыв в Эдессию, он все силы свои обратил на благоустроение стеркви и верующих. 99. На преды него встречали большие препятствия со стороны Магометан, владителей города, и юридиков наполнявших его. 99. Видя неуспешность своих усилий, даже опасность своей жизни, святой Феодор отправился в Багдад к калифу Мавия, просить вилочей. 99. Исцелив калифа от болезни, он расположил его дать повеление правителям Филийской и Сирии сапогами, возвратить в церкви Эдессской достоянию ее и препятствовать обращаться в православие. 99. Возвратясь в Эдессию, он радостно принят был православной пастрой, которая множилась потом обращением юридиков, и благотворно была правима ревностным с ним свыше руководимым пастырем. 99. Придвигая предвижение смерти, вызывая пастись в прежнюю своей уединенной теле, отправился святой Феодор в Палестино, где на месте пустыни подвигов своей скорей скончался в 9-й день июля, когда и память ему положена. 99. В Царьграде тогда царство Михаил с матерью Феодорою, век взятый. 99. Предлагаемые здесь сто до спасительных глав, составленные им по просьбе царствах обители, когда он был истерзотворен. 99. А в них составители греческого добротолюбия писут. 99. Оставил ли святой Феодор другие такие писания, застоверностью сказать не можем. Настоящее же сто глав им предолюбно составленное. 99. Помещаем в ряду других отеческих писаний о призвении, потому что они добрые изображают дело священного призвения, и потому богатые могут применить духовные пользы тем, которые с достодолжным вниманием будут читать его. 99. Третий том добротолюбия. 99. Страница 319. 99. Преподобного и богоносного отца нашего Феодора, великого подвижника и епископа Эдесского. 100. Бесополезнейший глав. 99. Поскольку Бога, благого благодати, ответственность от сатаны и дел его, сопитались мы Христу, как в начале в бане по кибытия, так теперь снова в иноческих обетах, то будем соблюдать его заповеди. 99. Этого требует от нас не сугубый только обет наш, но и естественный долг, потому что будучи сперва созданы Богом, весьма хорошо, мы должны быть таковыми. 99. Хотя грех, превзошедший от нашего невнимания, произвел в нас и то, что неестественно нам, но по множеству милости великого Бога нашего мы опять воззваны обновленной страсти бесстрастного и искупленной ценой крови Христа Господа, избавившись таким образом от древнего праотеческого преступления. 99. Судя по этому, если мы соделаемся праведными, то в этом не будет ничего великого, но тем более будем достойны жалости и осуждения будет, если отпадем от правды. 99. Как доброе дело без права веры бывающего, мертвое есть и цело, и бездействие, так и вера одна без делов праведных не избавляет нас от огня вечного. 99. И болитесь и меня, говорит Господь, заповеди мои соблюдет. 99. Итак, если любим Господа и веруем в Него, засвидетельствуем о том исполнением заповедей Его, чтобы улучшить жизнь вечную. 99. Если же при зрении у нас соблюдение повеления Его, которым покорствует вся тварь, то как назовем себя верными мы, почтенные более всякой твари, и одни из всех их, непокорные повелениям сотворства и неблагодарными оказывающиеся благодетели. 99. Заповеди Христова соблюдая, мы ничего тем не доставляем Ему, ни в чем не нуждающемуся, из всех благ подателю, но самим себе благодетельствуем, заслуживая себе жизнь вечную и наслаждение неизреченных благ. 99. Так, противившиеся нам во исполнении заповедей Божьих, будь то отец или мать, или кто бы то ни был, мерзок нам и ненавищен, чтобы не услышать нам любящие воли меня отца или мать, или другого кого из друзей, не достоин меня. 99. Свяжем же себя все усиленно исполнением заповедей Господа, чтобы не быть связанными неразрешимыми узами злых похотей и десутлительных сквастей. 99. В таком случае изречется и она с присуждения бесходной смоковницы глотящая, рубить ее, для чего и землю занимает напрасно. 99. Ибо всякие, говорит, не творящие доброго плода, рубаются и в огонь бросаются веки. 99. Побеждаемый похотями и сластями, и в мире обращающиеся, скоро впадет в теки греха. 99. Грех же, содеянный однажды. Есть что огонь в тростнике, то камень, котящийся с горы, то водотечь, расширяющаяся от прибавления притоков. 99. Так это бывает. И всякий грех губит того, кто творит его. 99. Духа через грех выступает из своего естественного сина, и, витая от этого, исполняя стерними сластей греховных, делается жилищем страшных зверей по сказанному. 99. Там покеют онокентавры, там гнездятся еж и бесы встретятся с онокентаврами. 99. Китая 34.14. Которые сут различные страсти греховные. 99. Когда же она воззовет себя в естественный свой чин, ибо может, если захочет, пока связано с плоти, укротить себя старательными над собой трудами и станет жить по закону Божию, тогда в гнездившиеся прежде в нее звери убегут, а хранители жизни нашей ангелы прибудут днем веселья и радования, соделывая день ее обращения. 99. Тогда и благодать Святого Духа найдет на нас, научая ее ведению, как не только сохранить себя в добре, но и преуспеть еще более в нем. 99. Молитву отцы называют оплотом духовным, без которого нельзя выходить нам на брань, чтобы не быть уязвленными копьями вражескими, отведенными в страну их. 99. Но молитву действенную, чистую, снижать нельзя никому, если не присидит он Богу в правоте сердца, ибо Бог есть, даящий молитву молящему и научающий человека разуму. 99. То, что душу беспокоит страсти и приступает к ней избранье, не в нашей власти, но что замедляет в нас страстные помыслы и приводит в движение страсти, это в нашей власти. 99. Первое безгресно, как не в нашей власти состоящее, а второе, если мужественно воспротивились, победим, доставляет венцы, а если послали побеждены будем, подвергает мучениям. 10. Есть три главнейших страсти – славцолюбие, сребролюбие и славолюбие. За ними следуют другие пять духов злобы, а от этих, наконец, порождается много и множество страстей и все виды разнообразных склонностей и греховных. 11. Почему победивший трех первых начальников страстей и вождей, вместе с тем не излагает и следует за ним пять страстей, а потом покоряет и все страсти? 12. Что по страсти сделано нами, о том и воспоминания страстей возмущают душу. 13. Но когда страстные воспоминания совсем изгладятся из сердца, до того, что и не приближаются к нему, тогда это служит признаком отчисления прежних грехов. 14. Ибо пока душа страстно к чему-либо греховному относится, да то ли надо признавать присутствие в ней владычество греха. 15. Страшки телесные и вещество любивое обыкновенно умаляются и увидают от телесных взрослых праданий, произвольных лишений и подвигов телесных, а душевное и невидимое уничтожается с миреномудрием, скротостью и любовью. 15. Продолжение следует...